Тайник с неизвестными фотографиями царя Николая II нашли в Есентуках. Эксперты уже признали снимки подлинными. Самые ценные с автографами, которые скорее всего принадлежат царевнам и царевичу Алексею. Клад нашли случайно во время ремонта крыши здания федерального казначейства. Валерия Денисенко узнала, кого еще увидели эксперты на старинных снимках. Вот здесь, в музее управления федерального казначейства в Ставрополе, сейчас находятся эти фотографии. Ими занимаются специалисты. Практически на всех фото изображен молодой человек, казак, в компании своих сослуживцев, а иногда и самого царя и членов его семьи. Уникальные снимки нашли рабочие во время замены кровли в одном из зданий федерального казначейства. Среди девяти фотографий две известные открытки с изображением цесаревин и цесаревича Алексея. На оборотной стороне надписи Анатолию Семеновичу. На некоторых подлинные автографы детей Николая II. Другие фото неизвестны. Они и заинтересовали историков. На них офицеры императорского конвоя, в том числе казак Анатолий Федюшкин. Предположительно, ему и принадлежит бесценный фотоархив. Если говорить об Анатолии Семеновиче Федюшкине, то он как бы представлен более крупным планом. Вот здесь можно его представить, вот здесь на этой фотографии. Вера Самарина, начальник штаба поискового отряда казначей 26. Теперь занимается исследованием фотоархива. Составляет генеалогическое древо семьи Федюшкиных. По ее словам, лейб-казак часто упоминается в дневниках и письмах царской семьи. Он дружил с цесаревнами и даже получал от них подарки. Анатолию Семеновичу была Татьяной. Подарена рубашка, на которой прикол-то записочка была. И там написано «Да благословит вас Господь». В 1918 году Федюшкин примкнул к белому казачеству на Северном Кавказе. И тогда, оказавшись в Есентуках, предположительно и спрятал фотографии под крышей особняка. Позже Анатолий Семенович эмигрировал в Соединенные Штаты, где и закончил свою жизнь. Еще одна версия. Фото на чердаке оставили родственники Федюшкина, которые долгое время проживали в Есентуках. Сейчас у нас стоит задача, во-первых, отреставрировать эти фотографии, потому что там кое-где есть плесень. Они сто лет пролежали в сыром конверте. Мы уже вышли на публичную библиотеку Российскую Государственную, чтобы нам помогли специалисты. Будем дальше искать потомков. Однако потомки уже находятся сами. В управлении Федерального казначейства по Ставропольскому краю со всей страны приходят письма от однофамильцев лейб-казака, который якобы является их предком. Возможно, благодаря им тайна забытого на чердаке клада когда-нибудь будет раскрыта. Валерия Денисенко, Сергей Кочетков, Маргарита Река, Павел Коваленко. Вести Ставропольский край.